Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вашими проблемами. Вы пишете, что с некоторого времени у вас появилось скованное сообщение с новыми людьми. Ну, здесь, соответственно, нужна информация, с какого момента у вас появилась эта скованность, что послужило причиной этой скованности, что ее запустило, какие переживания, какие эмоции и так далее. Вообще скованность можно характеризовать двумя основными феноменами. Первый феномен – это феномен повышенной мотивации взаимодействовать с людьми. То есть вы стали больше хотеть взаимодействовать с людьми, вам стало более важно взаимодействовать с людьми. С какого-то момента вам стало это более важно, и как бы вопрос и тонкость вся в том, почему так, что послужило причиной для этого. Для того, чтобы общаться с людьми вам стало более ценно, более важно, чем раньше. Это вот нужно обязательно в данный момент определить. То, что вы коммуникабельны – это хорошо. Другое дело, другое дело, что вы вкладываете в понятие коммуникабельности для себя. Что оно представляет из себя, это понятие коммуникабельности, именно для вас опять же. Потому что это очень важный момент от того, как вы понимаете коммуникабельность, от того, что вы вкладываете в это понятие. Зависит многое. Потому что, может быть, вы думаете, что вот я коммуникабельный, а проблема взаимодействия с людьми есть. И вы можете не понимать, почему это происходит. Поэтому коммуникабельность – это еще не залог хорошего общения. Залог хорошего общения – это понимание того, что хотят люди услышать. Залог хорошего общения, говоря на языке транзактного анализа, это умение играть в игры, которые приняты людям. Умение, значит, проводить ритуалы, времяпровождение и играть. Ну, в частности, вот именно времяпровождение игры – это является ключевой моментом ритуала, а это не так важно. Это по поводу коммуникабельности. Ну, и если говорить более простым языком, то это в известной степени скованность – это отсутствие общего между вами и новыми людьми. То есть, помимо неуверенности в себе, помимо, может быть, тех моментов, которые я описал, это еще и недостаточно общего между вами. То есть, смотрите, значит, ситуация такая, что новые люди вам попадаются, новые люди встречаются. Вот. Но о чем с ними общаться, вы не знаете, например. Или то, о чем вы можете с ними общаться, да, вам, ну, как бы, понятно, что им интересно, допустим. Вот. Ну и как бы вот только вся она именно в этом заключается на самом деле. Так что здесь нужно анализировать и, исходя из анализа, из результатов анализа уже работать. Далее. То, что забываются слова, словарный запас – это, я полагаю, в известной степени нужно кратчу. Проблема памяти. Вот. Может быть, страшно. Конечно, забывание можно анализировать и с точки зрения психологии. Например, психоанализ предлагает довольно серьезную, разветвленную систему работы с забыванием. Вот. И считается, что у этого есть свои причины, то есть для чего это нужно. Как правило, забывается то, что неприятно, то, что не хочется и так далее. Вот. И, соответственно, если мы определим, что именно из словарного запаса вашего забывается, мы сможем выявить, может быть, какие-то ваши скрытые проблемы, про которые вы сами не знаете. Вот. Дальше. Девочки учатся в Томске и это просто добивают. Почему? Почему это добивают? В чем добивание происходит? В чем процесс добивания? То есть... Ну, она учится в Томске, понятно, вы не видите, но можно же поддерживать связь. Правильно? Вот. То есть, что именно вам пришло в этой ситуации? Одна бывшая покоя не дает, год как раз остались. Почему? И далее вы пишите, что... Ну, в общем, я не буду это читать. Вот. Скажите, почему вас так напрягает, что вас достает бывшая? Ну, достает язык, достает, можете не обращать на нее внимания и все, она рано или поздно перестанет вас доставать. Вот. А если обращаете внимание, значит, она по каким-то причинам вас, вероятно, задевает. И если она вас задевает, то, соответственно, нужно выяснить, почему, чем, из-за чего, как она вас задевает. Верно? Я думаю, да. Поэтому вот с этим моментом обязательно тоже поставьтесь определиться. Вот. На самом деле ничего плохого с вами не происходит. То есть наиболее твердый момент представляет, конечно, то, что вы забываете товарный запас и до этого стали сковаными. Но, на мой взгляд, это вполне себе легко разбирается, легко корректируется, естественно, при вашем желании, конечно же. Вот. Так что я думаю, здесь существенных проблем не будет. По крайней мере, если вы хотите работать, если вы настроены на работу именно. Вот. По этому все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать их в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей непростой ситуации. Вот. К пикологам будет легче. Продолжение следует... Продолжение следует...